В Республиканском музее изобразительных искусств состоялось уникальное событие – открытие первой международной выставки Мэл-Арта в Республике Мариел «Аленка». Выставка была приурочена к Международному дню почты. Мероприятие проводилось совместно с отделениями связи Почты России. Спонсорами выставки выступили компании «Форд Диалог», «Пульс Радио», «РЕН-ТВ», «Марийская правда», «ОО «Стринг». Прямо в музее зрители и все желающие могли приобрести конверты, марки, открытки. В рамках этой акции специально приглашенные художники и мэл-артисты из Нижнекамской творческой группы «Ширма» Валерий Шимановский, Татьяна Макарова и Ольга Сорокина проводили мастер-классы по изготовлению авторских художественно оформленных конвертов. На конверты и открытки можно было поставить фирменный штемпель акции и опустить их в стоящий прямо в фойе музея почтовый ящик. Мероприятие проходило под девизом «Ни к чему мольбер, если есть конверт». Инициатором и главным организатором выставки «Аленка» стал журналист и художник Иван Зимцов. Дешкаролинский художник решил превратить популярную марку отечественного шоколада в настоящее произведение искусства. Он разместил приглашение к участию в этом необычном проекте на одном из интернет-сайтов. В результате «Аленка» стала воистину международным брендом. География участников проекта «Аленка» весьма обширна и разнообразна. Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Греция и так далее, и так далее, и так далее. Всего 25 стран. Экспозицию, куда вошла большая часть произведений на тему «Девочки с шоколадки», можно увидеть в Республиканском музее изобразительных искусств. В переводе с английского «мэйл» — это почта, арт, искусство. Мэйл-арт — это искусство оформления почтовых конвертов и открыток. Как движение, мэйл-арт возник в Европе более 40 лет назад. Бельгийский художник-перформер Гибли Юс так сформулировал идею современного мэйл-арта «Искусство сквозь корреспонденцию» — «быть значит общаться». Общаться ради обмена работами, ради совместного творчества, ради утверждения международного художественного языка. Выставки мэйл-арта тем хороши, что могут проходить в любой точке земного шара. В них участвуют художники из многих стран мира. Сейчас в мире существует порядка 2000 мэйл-артистов. Это замечательная возможность вывести обычное почтовое отправление на уровень искусства. Продолжение следует...